Особое мнение на 101FM Потому что вот только что у нас закончилась программа «Дневной разворот», где приходили люди, горожане, которые выиграли буквально на прошлой неделе суд по как раз нормативам, по тарифу на мусор в Кирове. Они протестовали против того, чтобы начислялся он с квадратного метра, а не с человека. И суд постановил, что действительно эти нормативы, которые установлены Министерством ЖКХ, не соответствуют законодательству. Вот сегодня утром мотивировочную часть можно было забрать. Я думаю, что министерство поступит, наверное, сегодня. Мы с ИСами разбирали, что же сказал суд. Суд основывался на том, в основном, что не были проведены соответствующие замеры, на основании которых необходимо было установить нормативы и тарифы, соответственно. Тарифы незаконны. Вот такая история. И, конечно, гости, которые сюда приходили, они рассказывали о ситуации в разных регионах. В том числе они приводили примеры, что и тариф-то у нас вовсе не самый низкий, и даже не в серединке, а очень высокий. И нормативы. То же самое прям со списками дотошной. Такие ИСЦ, я вам скажу, пришли. Но это такой прецедент. Я что-то не слышала. Мы тут с коллегами тоже из своего Кировского прям в эфире обсуждали, есть ли в повестке в стране, что где-то уже были суды по нормативам и тарифам, и они были выиграны жителями, гражданами. Пожалуй, это первый такой суд в стране у нас вот прецедент. Мы видим, исходя из этого, что мусорная реформа, мусорная реформа, она все больше и больше обрастает какими-то сложностями и проблемами. В Кировской области в том числе. Во-первых, ваша реакция как депутата законодательного собрания на сами действия граждан, которые посчитали, что это несправедливый норматив и тариф, и пошли в суд, и выиграли его. Моя реакция положительная. Я вообще поддерживаю людей, которые в правовом поле отстаивают свою точку зрения и свои права. Поэтому молодцы, правильно сделали. Теперь должна последовать реакция министерства ЖКХ. Я не знаю, только ли они, или будет законодательное собрание тоже как-то рассматривать сложившийся прецедент. Но это решение принималось постановлением правительства Кировской области, поэтому реакция должна в первую очередь правительства. От снял поступить. А я знаю, что вы только что вернулись с селекторного совещания, которое тоже было посвящено проблемам мусорной и задачам. Проблемам и задачам мусорной реформы. И я попросила вас поделиться тем, о чем говорили представители разных регионов. Хорошо. Я действительно сейчас была на селекторном совещании по проекту «Чистая страна». На этом совещании присутствовал замминистра профильного Логинов Леонид Григорьевич, по-моему. Он выступал, рассказывал о том, как обстоят дела у нас в регионах с мусорной реформой. И выступали депутаты Государственной Думы, в том числе представители федерального оператора. У нас в Сибири есть федеральный оператор, если еще слушатели какие-то не знают. Да, да, да. Вот еще федеральный оператор, который, к сожалению, появился позже, чем началась мусорная реформа. У него тоже есть свое видение, и он сегодня там озвучивал некоторые цифры. Вот когда выступал Логинов, он сказал, что у нас из 85 субъектов перешли по этой реформе 64 субъекта. В 9 частично перешли, а в 12 регионах вообще не перешли пока на сбор мусора по этой реформе. Поэтому, наверное, очень много проблем есть. И вот те 12 регионов, которые не перешли, у них там особая ситуация. И хотя каждый раз на всех совещаниях их критикуют и как-то поторапливают для того, чтобы они сделали все необходимые действия. Но, тем не менее, и с этими регионами тоже считается. В 9 регионах частично перешли, и тоже они там все время критикуются. Надо быстрее эту работу начинать, потому что задача поставлена, и президентам в том числе поставлена. Но у регионов есть ли свои доводы, наверное, почему они не переходят? Конечно, свои доводы. Но, тем не менее... О чем они говорят? Примерно в одном и том же положении находятся регионы, например, Приволжского федерального округа. В одном регионе все нормально обстоят дела, а в другом регионе возникают суды или еще какие-то вещи, которые на конфликте строятся. Поэтому тут, наверное, все-таки субъективные есть причины для того, чтобы запустить эту реформу так, как надо. И вот эти субъективные, где есть моменты, их надо, конечно, править. В том числе, наверное, и ошибки, которые допустили. А это тоже возможно, потому что это новое дело. И ошибки, которые допустили в самом начале реформы, всего три месяца ведь мы живем в этом, их можно исправить, и не поздно их исправить. И поэтому те люди, которые обратились сейчас в суд, во всяком случае, и у правительства нашего Кировской области, у Министерства ЖКХ, есть полное основание вернуться к этому, пересмотреть и быть уже более убедительным. Тем более, что на их стороне, может быть, они тоже думали, но отстоять свою позицию не смогли, к сожалению, например, так, как нужно было. А теперь есть дополнительный аргумент. И поэтому то, что сделано, это совершенно правильно. Выступали многие регионы после этого селекторного совещания тех задач, которые мы получили. И сейчас задача стоит о переходе на раздельный сбор мусора, проработать систему раздельного сбора мусора, найти мотивацию для людей, которые осуществляли бы такой раздельный сбор мусора. Сразу скажу, что согласия пока еще нет. Даже среди тех людей, которые эту инициативу в целом поддерживают, но одни говорят, что никакой мотивации для людей не должно быть. Это вот чисто они должны понимать. Надо с детства приучать, проводить уроки по экологии, приучать их к раздельному сбору мусора на уровне идей, объяснять, что это очень полезно, что не загрязняется окружающая среда и так далее. Другие говорят о том, что если осуществляется раздельный сбор мусора, то, соответственно, плата этим людям должна каким-то образом возвращаться. Копеечку они должны свою получить за то, что они осуществляют этот раздельный сбор мусора. Галина Игоревна, давайте мы тогда, потому что о мусоре можем говорить бесконечно, на двух вопросах сконцентрируемся. Раз заговорили о раздельном сборе мусора, то можно ли вообще в Кировской области сейчас хотя бы даже рассуждать о том, что прямо вот сейчас мы должны где-то там вводить этот раздельный сбор мусора? Или этот вопрос даже не ближайшего года? Ваше личное мнение, это особое мнение. Да, мое личное мнение. Я его подкреплю, наверное, опытом Мордовии. Мордовию приводили в пример как республику, в которой уже с 2011 года осуществляется сбор мусора раздельно. И когда вот выступал представитель, он говорил, что у них там в пять контейнеров собирается мусор. А потом отводятся на сортировочную станцию, там еще идет сортировка, и, по-моему, на 10 фракций разбирается этот мусор. Но когда он выступил, ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не просчитывали, что экономически выгоднее установить вот эту площадку на пять контейнеров и туда поставить эти пять контейнеров, и потом осуществлять раздельный сбор мусора? Это значит, что, наверное, и машины должны разные подъезжать, как, например, в Подмосковье. Там машина одного цвета забирает сухой мусор, у них там в два контейнера разбирает мусор, сухой и мокрый, а другая машина другого цвета забирает мокрый мусор. А там пять, получается, видов машин должны увозить. И еще потом сортировка. Не считали ли вы, что экономически выгоднее? На что был ответ, что расчетов таких мы не делали, но единственное, что мы можем сказать, что тогда утилизация мусора будет проходить не в тех объемах, которые могли бы быть, потому что, когда смешанный контейнер, там сырой мусор, и часть мусора, например, бумага, она уже никак не будет перерабатываться. По вашим личным ощущениям, Кировская область в ближайший год должна заниматься раздельным или пока нет? Надо утрясти все другие проблемы, которые у нас есть. Пока не время. К этому мы еще не подошли, не готовы. И возвращаемся у нас полминутки, возвращаемся к вот этому суду, который сказал, что норматив, установленный в Кировской области, именно норматив с квадратного метра, незаконный. И, соответственно, тариф. Вот на ваш взгляд, как быстро должны отреагировать власти Кировской области? И что они должны сделать? Потому что пока министерство ЖКХ стоит на одной только позиции. Мы правы, у нас все хорошо. Вот я бы разделила понятие норматив и тариф. А они разные, действительно. Я в заключении не видела. И, по-моему, в суде тариф не оспаривается. Норматив. Оспаривается норматив. Поэтому о тарифе сейчас мы не говорим. А насчет того, что норматив, если действительно допущены были ошибки, и вот тот человек, который является истцом, докопался до сути этих документов. Не один, там много истцов. Да. И разбирается в этих вопросах. Я склонна доверять, тем более, что суд уже рассмотрел этот вопрос, доверять истории рассмотрения этого вопроса и тем документам, которые он нашел и предъявил. Поэтому я считаю, что это должно быть пересчитано. Другой вопрос. Как будет пересчитано в сторону увеличения и в сторону уменьшения? Вот что. Это хороший вопрос. Прервемся на полминуты. И мы уже, надеюсь, в ближайшем будущем увидим, пересчитают ли вообще и в какую сторону. Прервемся. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студии сегодня у микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Галина Буркова. Галина Игоревна, вот на прошлой неделе состоялось заседание областного Законодательного собрания. И одним из очень важных вопросов, которым занимались депутаты, это оказание, явилось оказание палеотивной помощи взрослым и детям. Но надо сказать, что, конечно, история с палеотивной помощью развивается давно в Российской Федерации. И развивалась она довольно в жёстких условиях. И теперь мы видим, что по всей стране, с подачи, кстати, президента Владимира Владимировича Путина, который обратил на это внимание особое, по всей стране рассматривается этот вопрос и запустился через Министерство здравоохранения процесс по, я не знаю, вот теперь вы мне расскажете, то ли по увеличению объёмов оказания палеотивной помощи, то ли об изменении, в общем, самой схемы оказания палеотивной помощи, то ли об увеличении количества людей, которое должно быть ею охвачено. Расскажите, о чём вы говорили там, потому что, на мой взгляд, конечно, это очень важно. Ну, Светлана, всё, что вы перечислили, все вопросы эти рассматривались. Только рассматривали мы это на социальном комитете. Перед ЗАГСобранием. Да-да-да, которое было у нас перед ЗАГСобранием. И в рамках контрольной деятельности социального комитета вопрос об оказании палеотивной помощи у нас стоял. В 2018 году нам важно было посмотреть, как эта помощь оказывалась, и докладывал министр здравоохранения Андрей Вениамин Черняев. Он рассказал всё в цифрах, сколько средств выделяется, 483 миллиона было выделено на оказание палеотивной помощи в 2018 году. Рассказал о том, какое количество медицинских организаций, учреждений занимается этим, что у нас 23 таких лицензии есть об оказании медицинской помощи у 23 медицинских организаций. Палеотивную помощь у нас оказывали амбулаторно и в стационаре до вступления в силу вот того закона, о котором мы потом ещё поговорим. Кроме того, Андрей Вениаминович отмечал у нас о том, какое количество коек у нас есть. Это у нас для взрослых 116, и для детей 6 таких коек. Перечислил больницы, в которых у нас есть эти коечки для оказания палеотивной помощи. И о том, выполняется ли норматив. Вот норматив у нас на 100 тысяч взрослого населения 10 коек. У нас 11,3 коек. И по детям у нас норматив на 100 тысяч населения 2,2 коек. А у нас 2,4. То есть мы вроде в цифры укладываемся, работа ведётся. В 2018 году, понимая, что скоро грядёт закон о палеотивной помощи на уровне федеральном, было проведено очень много обучающих семинаров. Большое количество врачей, медицинских сестёр прошли это обучение, и работа была выстроена. Это вот в плане того, что он нам рассказывал. Не буду подробно останавливаться на количество обращений в амбулатории, в больницы и так далее. Теперь о том, что нового грядёт с 2019 года в плане оказания палеотивной помощи. 17 марта вступил в действие федеральный закон. Он действительно, и в том числе с поддержкой. Этот инициатором-то, наверное, президент фонда «Вера» выступил. — Общественники? — Да, общественники. Я была не на одной тоже встрече, где она выступала, очень ярко выступала. По-простому, по-человечески, но она говорила о таких вещах, которые вообще равнодушно не оставляют никого. И потом она встречалась с президентом Российской Федерации. — Вот тут, кстати, очень важно, наверное, нам сказать с вами, Галина Игоревна, потому что не все ещё до конца осознают, что такое палеотивная помощь. Ну вот правда. — Хорошо. Сейчас мы скажем. Значит, палеотивная помощь — это ряд мероприятий, которые призваны облегчить жизнь людям неизлечимо больным, улучшить их качество жизни. И не только даже им, а и их близким. — И надо сказать, что в палеотивной помощи нуждаются не только пожилые люди, например, да. — Нет, не только. Я же говорила, детские койки. — Детские. — Дети же. — К сожалению. Облегчить страдания и улучшить качество жизни и самих пациентов, как вы сказали, и, безусловно, большого круга людей, связанных с ними, потому что они тоже страдают в этой ситуации. — И вот с 2019 года у нас по семи пунктам будет изменение. Первая — палеотивная помощь будет оказываться на дому. Ну, и в дневном стационаре, чего не было ранее. — А это ведь очень важно. — Конечно. — Человеку остаться в кругу семьи, а получить профессиональную помощь. — Да, да, да. Для помощи на дому предоставят лекарства и также медицинские изделия, чего тоже раньше не делали. Разрешено обезболивание наркотическими и психотропными средствами дома. Также обезболивание будут проводить не только по диагнозу, а по состоянию больного. Кроме того, лекарства будут выписывать не те, что доступны и есть в аптеке, а те, которые необходимы. Подключат социальные службы к палеотивной помощи. Чтобы закон заработал, нужно принять еще несколько нормативных актов. Я немножко бы хотела остановиться на таких вещах, как, например, ну вот то, что на дому мы говорили, да, это понятно, что некоторые больные не хотят умирать даже в больницах, они хотят провести последние месяцы, а может, и годы, что-то дома. — Дома и стены помогают, никто не отменял этого. — Да, дома, чтобы в кругу близких людей. И поэтому те препараты, которые им требуются, то медицинское оборудование, особенно для вентиляции легких, там еще для прочистки дыхательных путей, они будут после консультации с близкими, их обучат близких людей, они будут отдаваться на дом для того, чтобы этими препаратами могли пользоваться. Это ведь и экономически тоже выгодно. С одной стороны, вроде мы говорим, требуются большие средства для оказания больным, но если они лежат в стационаре, это же не дешевле нисколько обходится уход за такими больными, а здесь это будет производиться дома. И не нужно, как раньше, возить для того, чтобы получить вот этот укол, обезболивающий сильным наркотическим средством, а в амбулаторную довозить этого больного или там класть его в стационар. Это тоже можно будет делать на дому. Поэтому это вот очень важное положение. Еще законодательно отрегулировано. Раньше человек потеряет сознание, да, и если он не дает свое согласие в письменном виде о том, что применить к нему какой-то вид помощи для облегчения его состояния, и невозможно это было сделать. Близких рядом нет. Он сам не в состоянии понять свое самочувствие, не в состоянии объяснить, что ему нужно. Сейчас законодательно это урегулировано, и врач имеет право на оказание помощи ввиду того, как он понимает состояние этого больного. Ну и много других вещей, которые регулируются законодательно. А самое главное, и о чем, наверное, мы говорили на социальном комитете, каким образом социальные службы будут включены в оказание палиативной помощи, потому что ранее это только медицинские работники могли это делать. Вот Андрей Вениаминович сказал о том, что... Министр здравоохранения. Министр здравоохранения. И Ольга Юрьевна, тоже Шулятьева, уже министр социального обслуживания. Как он? Министр? Социального развития. Да, правильно, извините. Министр социального развития, когда выступала, тоже подтвердила, что в ближайшее время вот что они сделают. Сделают по домовой обход, по дворовой, если это там частное владение, по домовой, по квартирный обход больных, которые нуждаются в этом. Потому что то количество больных, которое сегодня как бы стоит на учете, оно не окончательное. Очень многим людям нужна помощь, а мы даже не знаем, внесут их в реестр. И это как раз социальные работники подключаться вместе с медицинскими, будут ходить. И потом социальные работники сейчас могут также быть наняты в качестве сиделки для того, чтобы осуществлять уход за этим больным работником. Не наняты, а командированы к этому больному для того, чтобы ему получать бесплатный уход за тем, чтобы ему облегчить состояние. И близким тоже дать возможность хоть немножко передохнуть, выйти там. Да, вот Андрей Чернеев так и говорил, что на самом деле стоит на учете, так скажем, одно количество людей, а нуждается в этой помощи гораздо большее количество людей. И ведь в результате обхода будет решаться именно та задача, которая поставлена. Ведь нужно посмотреть, в каких условиях человек находится, кто там рядом с ними, есть ли у него те родственники, которые могут за ним ухаживать. Разные совершенно условия, семейные, социальные у этих людей, кому-то абсолютно необходимо вот это койкое место в больнице, а кто-то действительно с комфортом может находиться дома. И здесь, наверное, речь идет об очень важном моменте. Это вот абсолютно, конечно, ваша сфера деятельности. Это какое-то возрождение социальной службы. Потому что мы помним прекрасно в Советском Союзе социальная служба имела огромный блок. И занималась и детьми, и стариками, и семьями, и благополучными, и неблагополучными. И потом в течение нескольких десятилетий она очень сильно пострадала, урезалась. Вот сейчас мы видим, что благодаря этим новым законам потребность в социальных работниках растет и растет. И эти вопросы обозначаются также на федеральном уровне. Вот как-то приезжал после Гайдаровского форума, к нам сюда прямо в студию приходил Дмитрий Александрович Курдюмов, заместитель представителей правительства, который курирует социальную сферу. Он говорил тогда об образовании, но то же самое происходит и вот в этой части социальной сферы. Мы говорим о том, что не хватает все-таки сотрудников в этой сфере социальной. И одновременно шла речь о том, чтобы некоторые вещи по социальной деятельности, по социальной работе отдавались частным компаниям. Я не знаю, шла ли речь у вас на совещании об этой форме обслуживания, потому что в Кирове уже есть несколько частных компаний, которые предлагают свои услуги, для обслуживания на дому тяжелых больных. Вот вы как-то об эту часть обсуждали в вопросе? На данном заседании мы этот вопрос не обсуждали, но мы обсуждали вопрос вовлечения некоммерческих организаций, которые работают в этом направлении. На другом комитете, на заседании другого комитета, когда у нас Министерство внутренней политики отчитывалось и говорили о взаимодействии с НКО. Тогда мы уже обратили внимание, что у нас всего две организации имеют лицензии на осуществление такой деятельности. К сожалению, специфический вид деятельности там не просто так вписаться в эту схему для того, чтобы получить право на оказание этой помощи. НКО, некоммерческие организации. Речь не шла о социальном предпринимательстве, о социальном бизнесе? Нет, не шла. Это очень важно было уточнить мне сейчас, потому что мы знаем, что этот год тоже назван годом социального предпринимательства, а социальное предпринимательство это как раз деятельность, но уже коммерческая в сфере в том числе и той, которую мы сейчас обсуждали. У нас ведь осуществляется эта деятельность, просто мы на этом заседании это не рассматривали, а то, что тоже есть люди, которые оказываются, и учреждения, и организации коммерческие. Это тоже есть. У меня статистику с собой не взяла, но это точно есть. Продолжим при удобном случае обсуждение этой темы. Сейчас прервемся на полторы минуты. Напоминаю, что это особое мнение с Галиной Бурковой. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И мы сегодня беседуем с Галиной Игоревной Бурковой, депутатом областного законодательного собрания, руководителем социального комитета в ЗАГСобрании. И поговорим о законопроекте о запрете митингов у органов власти, который не прошел. Не прошел на ЗАГСобрании, на прошлом, насколько я понимаю. Его перенесли рассмотрение, Галина Игоревна. Такая дискуссия развелась по этому поводу. И даже, надо вам сказать, мы разобрались только в прошлый понедельник, когда стали копаться в этом законе. Нам помог Артур Абашев тут разобраться, потому что сразу же все написали, что запрещают теперь и пикеты тоже? Нет. Что власть боится митингов, пикетов, шествий, всего боится, от себя отстраняется, запрещает приближаться к зданиям, где находятся органы власти. Вот скажите мне, пожалуйста, такая реакция областного законодательного собрания, отложить рассмотрение этого вопроса, она возникла в связи с такой большой реакцией в СМИ? Или почему? Ну, я думаю, что в том числе и поэтому. Зачем идти, не согласовав некоторая позиция? Надо провести дополнительные встречи и еще раз дополнительно объяснить позицию, наверное, и инициатора закона, и те пункты, которые предлагается изменить, для того, чтобы было общее понимание. Вы же сами говорите, что некоторые стали думать о том, что здесь касается пикетов. Пикетов это вообще не касается. То есть выход... Причем депутаты заксобрания думали так и выступали. Есть выход к какому-либо учреждению, там, одиночный пикет, или даже не одиночный, а коллективный пикет. Ничего в этом плане не изменилось. Как было решение раньше, регулирующее подачу заявки на пикет и проведение этого пикета. Так все и осталось. Это ничего не меняется. Изменились только три позиции в этом законе. Предлагалось бы изменить только три позиции. Почему я об этом говорю, что предлагалось? Потому что это уже прошло рассмотрение на комитете, и комитет одобрил. Да. И только вот уже в самом заседании было поставлен вопрос о снятии этого вопроса. Причем с самого начала Владимир Быков предложил снять этот вопрос, единогласно поддержали депутаты. Ну, потому что на самом деле надо все-таки реагировать и на общественность, если у них есть недопонимание какое-то, или есть, может быть, и какое-то разумное предложение. А там и может быть какое-то предложение, ну, спорное, например. Вот смотрите, три позиции, в которых предлагаются, в основном три позиции, которые предлагаются изменить. Порядок подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти. Ну, тут вопросов нет. Дополнительные места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. У вас тут есть вопрос? И порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости, предельная численность участвующих в публичных мероприятиях. Например, должно на одного человека, вот у нас есть специально отведенное место, Халтуринский парк. Там есть площадь, есть, например. 0,5 метра на человека. На сегодняшний день. 6800 человек вмещало бы по старым нормам. Да, да, да. На сегодняшний день, значит, было 0,5 метра. На 0,5 предлагается полтора квадратных метра. В три раза меньше людей. Можно подумать и о другом. Пожалуйста, давайте будем согласовывать. Но это не такой принципиальный вопрос. Наверное, тот, кто вносит, допустим, Валерий Владимирович Пастюк вносит эту законодательную инициативу, он обоснует, почему полтора, наверное, сравнит с другими регионами, как у них эта норма. И что развернуть плакат или лозунг какой-то, наверное, будет при площади чуть больше удобнее. Но никто и не говорит, что это категорично полтора. Можно и один, наверное, можно 1,25. Вот насчет этого давайте сядем с общественниками и поговорим. Следующее. Есть позиция, которой федеральный закон просил уточнить. Предельная численность заполняемости, после которой нужно обязательно уведомление подавать. Это 100 человек. У нас не была эта норма установлена, федеральный закон требует этого. Мы определяем, что если 100 человек, значит, все как бы... Привести в соответствии с нормой федеральной законы. И теперь самый спорный вопрос, это у нас дополнительные места, где предполагается, что нельзя проводить. Это дополняем мы те пункты, которые у нас уже были. Ведь ограничения в проведении митингов уже есть в федеральном законе. И они перечислены. Они есть у нас и в региональном законе. Они перечислены. Вот, например, я хочу, там, вокзалы, аэропорты, объекты жизнеобеспечения, здания, в которых культурные, просветительские, развлекательные. Ну, наверное, там, заводы, оборонка и так далее. Это все, значит, все тут перечислено. Предлагалось дополнить территории, расположенные на расстоянии ближе 50 метров от зданий и территорий, занимаемых органами государственными властями, органами местного самоправления, прокуратурой, внутренних дел и структурными подразделениями. Митинги, ни шествия мимо, например, прошел, ни пикеты, никакой другой вид протеста, он не запрещен. Здесь речь идет только о митингах, это о масштабных мероприятиях, где большое количество людей присутствует. Здесь есть определенная логика 50 метров, потому что, ну, наверное, взять в некоторых регионах и были такие случаи, бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно. Есть такие провокаторы, которые приходят не с организаторами этого митинга, хотя организатор несет ответственность, если он подал заявку, а вот просто провокаторы приходят и портят этим же людям историю организации вот таких протестных мероприятий, им портят тем, что они ведут и провоцируют себя. Здесь вы его поддерживаете. Но, однако, вы поддержали предложение Владимира Быкова все-таки отложить и доработать. Почему именно? Вот одной фразой можете сказать? Вот выше я перечислила те пункты, там же изменения вносятся, да, 100 человек, полтора метра, метра. Давайте встретимся, поговорим. И даже эти 50 метров будем обсуждать. Может быть, кто-то скажет 100 и обоснует, почему 100 или 60. Ну, кстати, общественная палата в лице Андрея Усенко возмущалась по этому поводу. Почему не вынесли на обсуждение с общественной палатой? Вот, я думаю, что правы те, кто говорит, почему с общественностью не было обсуждено так широко. Поэтому принимаю как замечание и считаю, что Владимир Васильевич совершенно правильно сделал, что отложил принятие этого законопроекта. Он принципиально ничего не решает. Вот пикетчики как ходили к зданиям правительства или административным зданиям там муниципальной власти, они так и могут продолжать ходить. У нас два вопроса остаются до завершения программы и шесть минут, по три минуты на вопрос. Они важны. Один вопрос касается той самой общественной палаты, о которой мы уже с вами заговорили. На прошлой неделе состоялось пленарное заседание общественной палаты, где стояло два вопроса из нескольких очень важных на повестке дня. Первый вопрос о поставке Александра Александровича Галеских, который переходит на новую должность и будет возглавлять союз ветеранов, пенсионеров и так далее. А второй вопрос следом за этим шел об избрании нового председателя или секретаря председателя сейчас общественной палаты Кировской области. Даже я до сих пор не могу привыкнуть. И в итоге по первому вопросу об отставке три раза люди голосовали и многие члены общественной палаты, кто там был, говорят, что три раза все-таки не набирался кворум. Хотя в итоге вроде бы как 25 человек проголосовало. Но дальше вычитали, наверное, СМИ. Некоторые члены общественной палаты не согласны были с тем, как подсчеты проводились. И в итоге общественники сняли и второй вопрос с повестки дня. Не стали голосовать за нового председателя. Решили отложить этот вопрос и выдвинуть не одного, а нескольких кандидатов, чтобы были выборы. Следили ли вы за этой историей и какова ваша реакция? Да, конечно, читала это. К сожалению, не смогла присутствовать на этом заседании. Ну и в принципе-то и не должна была присутствовать. У нас Юрий Александрович Палыбердин присутствовал как депутат областного законодательного собрания. Эта история мне понятна, известна. Ну и комментарии, которые даются к этой истории, несколько спорны. Например, утверждать, что тут, как некоторые утверждают, что министерство внутренней политики, я об этом писала, что приложила свою руку к тому, что вот таким образом шло переизбрание председателя. Я думаю, что не соглашусь с этим, потому что, если бы... Не поучаствовало министерство внутренней политики участвовала бы в этом, было бы всё более чётко. А оно и было очень чётко, я вам хочу сказать. За неделю до пленарного заседания на совете общественной палаты вот отставка, посовещались, одного человека выдвинули, повестку забили. У нас сегодня был член общественной палаты, вот здесь как раз, который по мусору говорил. Он говорит, я вообще не получал, я вообще не увидел, меня здесь не было. И через неделю должны были быть выборы из одного человека. Ну, конечно, то, что выборы отставка и выборы проводятся на одном заседании, такого быть не должно. И я, как понимаю, что и раньше не проводилось такого. Всегда была сначала отставка, затем даётся время на выдвижение кандидатов или же само выдвижение кандидатур на эту должность. И, кроме того, у людей должно быть время на то, чтобы подготовить свои выступления перед членами общественной палаты, чтобы рассказать позицию свою, над чем он собирается работать, да, и какие у него вообще заключения по этому поводу. Чего не было сделано. Поэтому вот так вот всё комом пошло. Но я знаю, что Министерство внутренней политики, имея опыт проведения других мероприятий, такого плана всё-таки чётко справляется со своими задачами. Какой же здесь вывод можно сделать? Нет, я считаю, что они тут не участвовали. Здесь было просто пущено всё на откуп членам общественной палаты. То есть у нас, получается, Совет не справился. Я считаю, что да. Да, я считаю, что это действительно так. Хорошо. Ну, а потом по поводу Галецких-то, Александра Александровича, он же, вот если бы это, например, была просто отставка, он же был избран уже на другую должность. Да, и это возмущало членов общественной палаты, потому что они говорили, что неужели вы считаете, что руководить общественной палатой, которая занимается проблемами всего региона и всех граждан региона, менее важно, чем руководить комитетом, который защищает интересы ветеранов-пенсионеров. Такая претензия тоже звучала. В сторону, кстати, Министерства внутренней политики. А почему не в сторону Александра Александровича? Его попросили в Министерство внутренней политики. Сан Саныч сказал, что он солдат. Мы сейчас к вопросу «Красного инструментальщика» с вами перейдем, и у нас буквально две минуты. И здесь уже как к горожанке к вам вопрос. Выставляется на продажу большой корпус завода «Красный инструментальщик». Это Крин. Тот самый большой красный корпус, который как бы визит «Красного инструментальщика» является. На перекрестке улицы Провсоюзной и Карла Маркса. И выставляется на продажу за 25 миллионов 150 тысяч рублей. Я, кстати, спрашивала специально перед программой у застройщиков. Они говорят, что это крайне низкая цена для такого участка и для такого здания. Мы с вами помним, что в прошлом году там произошел инцидент. Общественники очень хотели, чтобы все здание и весь комплекс «Красного инструментальщика» был признан культурным наследием. Это Чарушинское здание. В результате не успели этого сделать, снесли флигель. И вот сейчас, поскольку это частные собственники, там вообще нет муниципальной собственности, оно выдается на продажу за вот такие вот деньги. Вы вообще хоть как-то отреагировали на это, например, сообщение, или вы считаете, что это нормальная деятельность хозяйствующих субъектов? Ну и, собственно, есть владельцы, выставляют, и что бы там ни было, его могут снести, перестроить, построить жилье или еще что-то. Или у вас есть, как у горожанина, какие-то свои мысли по этому поводу? Но для того, чтобы отреагировать, у меня нет полномочий, я могу только уповать на здравый смысл того, что... Лично вы, Галина Игоревна Буркова, Кировчанка, что бы хотели там видеть? Вы знаете, я тоже, я вчера в Ютьюбе посмотрела вид сверху, что там уже происходит на территории. Там уже практически строятся здания, фундамент заложен под жилые дома, убраны вот эти, видите, плиц, у них были цеха, и то здание, которое продается и выставлено на продажу, я тоже поражена стоимостью и не понимаю. Но опять же, собственный хозяин, он, у него много таких заводов, у него целый комплекс там, в который входят еще заводы по производству инструментов этих измерительных, и он решает, за какую сумму выставлять. Я сегодня спросила человека, который бывал внутри, я не была, к сожалению, в цехах, вот этого корпуса, который продает, он говорит, ну там же все промаслено, я говорю, а можно ли приспособить это здание вот по что-то, он говорит, ну там надо вложить такие деньги, продаются 25 миллионов, это означает, что туда вложить надо такую сумму денег для того, чтобы ты купив, это никак не оправдается, там все маслом пропитано, там же делали инструменты. Это то, что внутри, хорошо. То, что внутри, да. Фасад. Фасад изумительный, красота, но кто купит это здание для того, чтобы вложиться в сохранение фасада, это означает, что еще произвести нужно виды работ, которые, наверное, не каждый и может еще сделать для того, чтобы фасад остался, а за фасадом территория могла бы каким-то образом использовать, могла бы быть использована, смотря кто купит. Вот тут же, видите, опять же, мы возвращаемся к тому. Не выскажите, что вы хотите там видеть. Я хочу, чтобы осталось вот это здание, эта красота на Карла Маркса осталась, но я думаю, что это невозможно. Спасибо, Галина Игоревна Буркова. Была сегодня в программе «Особое мнение». Мы прощаемся с вами. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM